Когда уже больше шести лет назад мы начинали проект «Малым территориям. Большое будущее», первая идея была найти активных людей в сельских территориях Архангельской области, помочь им познакомиться с такими же, как они в их территориях, и научить их менять жизнь к лучшему, делать что-то в первую очередь, конечно, в социальной сфере. Но начав эту работу и познакомившись с людьми, мы увидели, как много в сельской территории людей с предпринимательской жилкой, людей, которые на самом деле имеют очень интересные бизнес-проекты. Некоторые даже уже начинали какое-то свое предпринимательское дело, некоторые начинали и испугались. И поэтому второй этап нашего проекта как раз и был ориентирован на то, чтобы помочь людям с предпринимательской жилкой начать свое предпринимательское дело, начать свой бизнес. А тем, у кого эта жилка есть, но еще не найдена, помочь ее найти. Проект «Малым территориям. Большое будущее» для Гаранта очень важный. В первую очередь потому, что основная миссия Гаранта – это помочь людям самим научиться делать свою жизнь лучше. А этот проект, как никакой другой, как раз и направлен на решение этой задачи. А если говорить о том, чем этот проект важен людям, жителям Архангельской области, то как раз за счет того, что мы делаем в рамках этого проекта, мы помогаем людям раскрыться, найти себя. Многие не хотят никуда уезжать из Архангельской области, но при этом хотят, чтобы жизнь вокруг них стала немножко другой, более интересной. И как раз этот проект и направлен на то, чтобы каждый нашел возможность реализовать свои идеи и менять жизнь вокруг себя к лучшему так, как ему это хочется, и так, как комфортно будет и ему, и тем, кто рядом с ним. Поскольку наш проект направлен сейчас в первую очередь на развитие предпринимательской активности, то, наверное, очень важно обозначить, в чем уникальность Архангельской области, вот как раз с точки зрения развития предпринимательства. Ну и, наверное, ни для кого не секрет, что главная наша уникальность – это в размере территории. Мы такие огромные и очень часто так далеко живем друг от друга, что не докричишься – не доедешь. И поэтому это, конечно, накладывает определенный отпечаток на развитие предпринимательства, потому что, с одной стороны, мы можем производить что-то очень важное и нужное другим, но встает вопрос, как это до них довести, особенно если речь идет о каких-то продуктах сельскохозяйственных. Но и в этом отношении мы сразу понимаем, что из-за вот этой особенности территориальной очень часто бизнес в сельской местности должен быть ориентирован на своих. То есть производить надо то, что нужно здесь же, в этой территории, и покупатели, они просто рядом. А с другой стороны, можно тогда рассматривать другой вариант – продавать далеко. Тогда уже совсем не в Архангельской области, а за пределы области, а, может быть, даже за пределы страны. И тут нам на помощь приходит та самая цифровизация, интернет. То есть и сейчас продавать далеко стало гораздо проще, чем раньше. Иногда можно ничего никуда и не возить. Сначала только фотографию продать, а потом уже отправить товар, когда его купили. Меня очень впечатлили те уникальные кукольницы, которые есть в Архангельской области. Причем эти куклы очень разные, где-то традиционные, где-то вполне себе даже современные. Эти куклы живут уже, мне кажется, не только по всей России, но и во всем мире. И вот для меня, как для человека, который как раз руками делать мало что умеет, это прям было просто удивление. И самое главное, что я хотела бы пожелать людям, которые стоят перед выбором, заниматься предпринимательством или нет. И даже тем, которые еще не стоят ни перед каким выбором, а просто слыша слово предпринимательство, говорят, ой, это не для меня. Вот мое пожелание – не бояться этого слова. Потому что предпринимательство – однокоренное слово предприимчивость. А все северные люди – люди предприимчивые. И мне кажется, что сейчас самое главное понять, что каждый из нас способен быть предпринимателем. Не супербизнесменом, а именно предпринимателем. То есть предпринимать какие-то действия, чтобы улучшать свою жизнь и жизнь вокруг себя. И если для этого вы начнете просто монетизировать свое хобби и получать дополнительный заработок – прекрасно. Если для этого вы начнете развивать маленькое семейное предпринимательство, и ваша семья начнет на этом зарабатывать деньги, а кто-то, потребляя ваши услуги, получает удовольствие – великолепно. Если вы сможете открыть рабочие места – тоже хорошо. На любом шаге вы уже предприниматель. И здесь самое главное – не бояться и найти то, что вам нравится делать и хочется делать.